доброго всем дня всем добрый день трейдеры трейдер клуба картель и конечно же все трейдеры которые любят и интересуются финансовым рынком но если они еще по какой-то причине не члены клуба картель то надо резко подписаться в телеграме в ю тубе везде понажимать нужные кнопки и просто присоединиться к этому огромному сообществу профессиональных людей новичков и опытных поэтому вот как бы здесь все самое умное проистекает я согласна дорогие трейдеры сегодня мы с сергеем забудкиным немножко приоткроем вам да и снова обсудим который раз ваших барьеров роста трейдинге конечно же я все-таки как психолога получит рейдера который же работает несколько лет только с бессознательным процессом трейдера конечно я вам могу рассказать именно скрытую бессознательную сторону а сергей уже потом процессе сможет подключиться и уже вам как трейдер расскажет именно поделиться своей историей и своей точкой зрения притом даже скажем так новички и те кто вообще мимо как бы проходила вдруг это увидел из серии я вас попрошу не не убегать из эфира потому что типа опять психология сейчас нам будут что-то рассказывать нет совершенно не так я вот послушал несколько эфиров наталья в инстаграме посмотрел послушал как бы я так когда что-то там делаю фоновом режиме включаю полезную информацию поэтому ребята девчата я вам крайне рекомендую задержаться и уделить время потому что то что расскажет вам наталья честно я еще не знаю что она расскажет но уверен что расскажет что-то интересное это может в корне поменять вашу жизнь и вы не будете смотреть на всяких волков из уолл-стрита все в этом телевизоре в ютубчике а вполне вероятно следующий фильм про вас снимут в хорошем смысле слова поэтому задержитесь послушайте умного человека профессионала это я про наталью вот и я думаю вам это крайне пригодится и так друзья ну что я думаю что я пока вы слова расскажу вам все такие психологические такие скрытые аспекты которые могут на вас влиять которые вам могут мешать на рынке и потом уже я смогу уже потом сергей подключиться подбелиться и мы потом уже сами разберем ваши вопросы которые у вас будут возникать и сможем уже на них ответить поэтому на сейчас конечно я все-таки надеюсь что слушают трейдер с разным опытом потому что как правило к психологическому фактору приходят трейдеры уже когда потеряли ни один депозит когда столкнулись с не очень приятным эмоциональным состоянием на фоне потерь и только тогда вы понимаете что не знания которых вы так напитывали за всегда youtube и везде все медиа а именно ваша внутренняя сторона именно ваши психологические составляющие вам все-таки блокирует как эти блоки то есть я уверена что вы уже знакомы с этим барьерами независимо сколько времени в трейдинге кто-то принципе на начальном этапе уже сталкивается с тем что вы не можете либо входить в сделку либо вы не можете торговать на реальном счете либо не можете повышать свои объемы потому что после объема вы откатываете на некую свою такую стартовую позицию и другой момент это как когда касается и уже и более опытных трейдеров потому что поверьте на рынке теряют все и теряют разные суммы и для каждого из трейдеров всегда будет свое много денег потому что кто-то потеряет 200 долларов и потеряет сознание кто-то потеряет 200 тысяч за одну сделку долларов и в принципе скажет ну ничего кейс идем дальше то есть у каждого из вас есть скажем так свой внутренний стейджин да как трейдера и ваши личные возможности и я вам скажу из своего опыта что когда работаешь именно с трейдерами да и разбирая бессознательные процессы потому что вами все-таки управляют бессознательные процессы как бы не закрывались я просто сейчас проговорю какие именно моменты что больше уже освежено именно из практического опыта то есть это не я вам рассказываю всегда рассказываю дай мои эфиры в инстаграм это всегда им рассказывали из практического опыта а не то что пишут в книжках потому что то что скажем так ваша личная история книжки не написано ваша личная история часто вы не знаете вы сами поэтому я вам конечно рекомендую делать себе пометки слушайте что откликается в процессе моего выступления потому что что вам откликается вас пойдет узнавание даже если вы будете чувствовать в какой-то момент сопротивление какой-то информации для вас это важный знак что скорее всего на этом не стоит на как раз именно обратить внимание и теперь смотрите на что скажем так это знаете уже из из опыта что больше всего срабатывает какие барьеры что именно может на вас больше всего повлиять в какие периоды вам тоже стоит обращать на себя внимание во первых что конечно же есть знаете такие ну скажем так скрытые барьеры потому что вы можете с одной стороны желать денег желать состояться у вас у каждого на трейдинг есть очень большие скорее всего надежды и ожидания как раз эти все надежды и ожидания особенно если они построены на решении финансовых вопросов конечно же вас будут зажимать в рамке вам не будут давать кислорода даже понять почувствовать рынок и как правило все начинающие трейдеры вы себя вспомните даже независимо сколько у вас опыта да то есть кто 3 у кого 5 лет то есть помните да свое начало как вы дано впитывали эту всю информацию как захлеб изучали видео книги читали разбирали и конечно же мало кто обращал внимание на свое эмоциональное состояние потому что вам очень сильно быстро хотелось заработать денег но уже из своего опыта вы уже знаете что трейдинг это не сииминутное удовольствие то есть это та карьера которая работает на перспективу но не все готовы выделите этот запас времени дать себе запас кислорода чтобы понять что на рынке работает на вас какой инструмент вам понятен какая торговая формация какой временный таймфрейм какой именно стиль торговли по вашему психотипу то есть вы это часто не замечаете и как правило когда самый первый барьер это когда я уже замечаю когда есть финансовые вопросы которые нужно очень быстро решить тогда вам нужно быстро открывать сделки вам нужно быстро заработать много денег для того чтобы вот если у вас сейчас откликается тот момент и даже вспомните в принципе свои мотивы в трейдинге почему в принципе в трейдинг да пришли что стало мотивом какие события происходили в вашей жизни то есть скорее всего многих из вас кто-то пришел просто попробовать подойдет ли мне а потом увлекся потому что трейдинг привлекает я всегда говорю что в трейдинге не будет случайных трейдеров потому что у вас всегда происходит некая бессознательная узнаваемость в своей индустрии то есть для вас это тоже важный знак почему я замечаю тоже как часто есть очень способные трейдеры из-за нежелания разобраться в своем психологическом факторе ставят крест на той карьере где они могли реально бы состояться потому что я говорю вы случайно сюда не пришли у вас происходит узнаваемость то есть эта индустрия вам нужна и как раз что вы много о себе узнали благодаря трейдингу да вы узнали о своих страхах вы узнали о своих комплексах даже независимо особенно это касается тех трейдеров которые уже зарабатывали помимо трейдинга да у кого-то есть свой бизнес то есть вы понимаете что там вы можете деньги зарабатывать уже есть определенный доход но в трейдинге вы столкнетесь все равно с тем что вы пройдете через потери особенно если у нас сегодня есть трейдеры которые совмещают бизнес и трейдинг то часто они стартуют с очень больших сумм сразу если те кто работают ну скажем так обычно да работа совмещая с трейдингом они очень аккуратно могут торговать а те кто предприниматели они часто стартуют с больших сумм думаю что у них нет финансовых блоков но не тут то было как раз тут вскроются все ваши внутренние демоны поэтому я говорю на это стоит обратить внимание особенно когда вы понимаете вы понимаете да ваш мотив в принципе почему вы пришли в трейдинг а второй момент когда у вас есть знаете вот сейчас честно когда начинаешь разбирать и ты просто видишь как человек саботирует весь торговый процесс вот просто саботирует то он уснет перед тем как открывать позицию то он куда-то отлучится то он начнет просто сидеть на заборе наблюдать как сделка уходит без него и вот там как раз вот особенно кому из вас откликается кстати вы просто ставите какие-то маркеры плюсики что кто себя узнает в этой позиции то есть ты просто смотришь что человек просто начинает уходить вводить себя от своего прогресса уходя в прогресс скажем так в трейдинге то есть и у каждого из вас в этот момент я уверена что наши зрители сегодня каждый сталкивался именно с саботажем в трейдинге когда вы понимаете что вы действительно саботируете свой процесс то вам важно тоже обращать внимание почему почему вам не выгодно вырасти в деньгах почему вам не выгодно поменять качество своей жизни почему вам не выгодно вообще менять свое окружение и кстати когда вот у меня был тоже на прошлой неделе эфиром в клубе картель именно в instagram мы как раз тоже разбирали эту тему да как раз почему я говорю что есть такая доскрытая позиция именно контролирующего в трейдинге которому очень важна предсказуемость очень важна узнаваемость очень важно чтобы завтрашний день был понятен да то есть очень важна стабильность многие из вас столкнулись с тем что трейдинг вам не дают стабильности и если вы у вас скажем так есть страх потерять стабильность потерять почву под ногами то вам стоит тоже обратить внимание на фоне каких событий у вас возникла нарушенная безопасность внутренняя потому что часто люди которые не совсем уверены в себе часто те которые каким-то образом да не чувствует свой внутренний стержень то есть им важна почва под ногами ту почву которая не дает трейдинг и многих из вас это пугает и вы будете понимать что вы избегаете торговли избегаете роста для того чтобы вернуться в свою стабильность в свою безопасность то есть вам нужна предсказуемость вам нужно знакомый круг общения потому что вам нужно чтобы вы все контролировали чтобы вам все было знакомо поэтому говорю часто вы ломаете боретесь с рынком чтобы он был скажем так предсказуемый лично вам и рынок у вас учит гибкости да рынок у вас учит пластичности но многие из вас тоже не готовы это принять и из-за того что вы не обращаете внимание на свои психологические процессы почему так происходит да почему вы в некой статичной внутренней датовой позиции когда вы не можете подстраиваться под разные фазы рынка то есть на это стоит обратить внимание почему на фоне чего у меня возникла такая зажатая позиция внутри почему я не разрешаю себе дышать свободным кислородом да почему я не разрешаю себе быть гибким то есть я говорю что и вас часто будет страх неизвестности а мы всегда находимся в неизвестности каждый наш новый день он пол неизвестности понимаете но многое из вас я говорю этого боятся и почему-то вы очень сильно потом это переносите в трейдинг вы стараетесь тоже его как-то предугадать не старайтесь его как-то куда-то направить это не получается у вас активируется в это время тогда ваши внутренние комплексы снова понимаете что с вами что-то не так то есть ребята поймите что я который раз всегда доношу вам что вашу память всегда будут управлять ваши внутренние ваши бессознательные процессы ваша внутренняя база как бы вы не убегали от себя как бы вы не прятались в рынок или куда-нибудь то есть вы везде всегда прячетесь все равно произойдут события во время которых вам придется развернуться навстречу самому себе вам придется разобраться с тем что у вас происходит в вашем внутреннем мире от этого никак не избежите и на самом деле я уже тоже замечаю что это категория трейдеров которых теряют большие суммы знаете уже то мне в директ просто пишут уже делятся своими историей потому что меня не сильно активно комментирует в инстаграм чтобы никто не узнал что у него психологические проблемы да не догадывается что на психолога в принципе все с проблемами у каждого из нас есть свои проблемы почему-то этого стесняетесь чтобы никто не узнал вас не рассекретил особенно те трейдеры которые управляют финансами чужими и тоже помните кстати вам на заметку что психологические прокаченные управляющие гораздо привлекательны для инвесторов чем трейдер который не умеет управлять своим эмоциональным состоянием и это уже я тоже не раз слышала о тех людей которые дают деньги в управление что они больше таким трейдерам доверят поэтому то что вы хотя бы сейчас слушаете это уже хорошо вы по крайней мере на шаг к своему какому-то внутреннему познанию потому что говорю вы пытаетесь часто понять рынок не понимая себя и от этого есть проблема второй момент то что важным на что обратить внимание то что многих из вас да почему у вас появляются некие карусели на такие почему вы на как на американских горках то вы растете то теряете часто от непонимания что с вами происходит вы опять уходите в самообичевание вы уходите снова в подавленную позицию часто потому что в вашей цели ложная да вы четко не понимаете вообще да почему я вас там начале спросила ваш принципе мотив изначально что вас привело в трейдинг даже стало таким ключевым решением заняться это нелегкой индустрии и когда у вас есть цели ложные вы честно начаться даже не понимаете в принципе что вы делаете на рынке потому что вы даже не понимаете ради чего пришли кто-то пришел кому-то что-то доказать кто-то пришел потому что бизнес уже себя оживает либо уже задохнулся в общении с социумом то есть ребята смотрите когда вы прячетесь в трейдинг осознайте тот момент что повторю знакомство с собой оно произойдет так или иначе понимаете потому что когда вы находитесь взрослой зрелой ответственной позиции вы не не конкурируете ни с кем вы никому ничего не доказывать вы не не закрываетесь от общения с людьми потому что если вы это делаете то скорее всего у вас есть внутренние причины на это эти внутренние причины вас уводят как раз в закрытую позицию внутреннюю закрытую когда вы не разрешаете себя чувствовать когда вам проще чтобы эти эмоции у вас не включались когда нам проще быть в позиции робота но вы сталкиваетесь каждый раз все равно торгуете на эмоциях когда вы торгуете на эмоциях когда сделка идет не по вашему сценарию когда вы планировали одно на предрынке когда да был рынок не активен потом она развернулась и пошла не туда куда вы планировали и вы сразу теряетесь вам важно на это на такие моменты обращать внимание почему я трейдерам рекомендую замерять свои эмоции давать им обозначение четко их называть не просто мне некомфортно а что это значит некомфортно как я себя на самом деле чувствует в какой момент я себя так чувствую то за мной это тоже стоит обращать внимание и самое главное когда у вас что-то не получается при этом у вас уже есть опыт вы уже умеете понимать читать рынок не прячьтесь снова в новые знания я хочу старые потому что говорю из-за того что вы снова прочувствовали какой-то внутренний дискомфорт не получается не получили ожидаемых результатов от своей торговой системы над которой вы работаете да не один год все значит я снова еще что-то не знаю вы всегда будете что-то не знаю потому что вы всегда будете именно в процессе скажем так своего становления то есть это это нормально поэтому смотрите еще важный момент да сейчас хочу посмотреть что у нас смотрите еще тоже важный момент на что стоит обращать внимание когда возникают очень сильные барьеры да которые мешают вам расти тоже финансово и вы словно проваливаетесь на самом деле иногда вы прочувствуете что у вашей жизни полное дно просто дно но причем будет по всем сферам только в трейдинге это всегда происходит тут я уже это из отмечена как раз да ваши кризисные периоды до переходные периоды ваши семилетки то есть ваши понимаете а кризисные периоды они в принципе под собой подразумевают финансовые потери они принципе подразумевают перед переоценку своих ценностей переосмысление знакомства с собой для для того чтобы вы что-то в себе важное активировали из-за того что вы снова закрываетесь вы снова не хотите кстати именно сопротивление внутренней работы над собой она поверьте очень сильно заметно особенно когда ты начинаешь психологически да уже разбирать эти проблемы я очень рада тому что я хорошо вижу защиты то есть для меня в виде защиты особенно время консультации я уже вижу по всем по мимике по жестам по интонации и по телодвижении потом насколько как мне дают информацию насколько дозированная какая тема вода закрывается какая активно то есть это все щиты вас очень сильно ваши внутренние защиты ты понимаешь да что человек от чего от какой болевой точки до внутренней он уже начинает закрываться то есть поэтому если вы хотите все-таки быть в реализации если вы все-таки планируете работать в долгу и в трейдинге обязательно обращайте внимание на свое внутреннее состояние в какой момент вы чувствуете вы начинаете скажем так пробуксовывать начинаете финансово возвращать деньги в рынок чего вы на самом деле боитесь кто-то из вас из-за своих внутренних комплексов почему-то считает что вы недостойны какой-то другой жизни что вы недостойны быть другом окружении кто-то боится за того что ваше окружение поменяется вот этой серии до такого контролера которому нужно чтобы было все знакомо потому что как по-новому вы не знаете вы не умеете активировать свои внутренние процессы для того чтобы они скажем так их применять вообще жизни вас внутренних рычагов взаимодействия просто нету и вы тогда начинаете теряться вы начинаете паниковать и вы тогда начинаете уходить вообще не свои позиции так кто-то пишет трейдинг снимает шкуру выворачивает на изнанку выпуская всех демонов наружу именно так происходит и вы это тоже с этим тоже сталкиваетесь это же вам тоже это знакомо смотрите особенно говорю кто находится в кризисных периодах и кстати ложные цели тоже строится когда вы принимаете решение как раз кризисный период заняться трейдингом потому что у вас изначально кризисный период подразумевает дезориентацию внутреннюю то есть вы четко не понимаете и вы тогда наверное попробую трейдинг наверное попробую это наверное это попробую то есть за того что вы не нащупали внутреннюю почву вы стараетесь это нащупать да вот именно так скажем так извне поэтому и когда вы еще в кризисном периоде да в возрастном кризисе вы находитесь почему я говорю это уже под собой подразумевает некое разрушение тотальной жизни предательства измены и кстати у меня тоже как раз когда она в клубе картель эфир проводила и мне тоже написали да по поводу развода как именно развод да тоже оказывает влияние особенно говорю там еще вопрос кто на развода подает потому что когда если вдруг до супруга подают на развод и мужская самооценка страдает потом идете отыгрываться и кстати вы заметите что ваши большие потери тоже говорю почему вам важно вести психологический дневник трейдера чтобы вы фиксировали когда вы больше всего теряете анализируйте делайте эту связку а что происходило на внешнем фоне что происходило что я перенес в трейдинг что я сейчас пытался трейдингом компенсировать потому что если у вас были разводы потери кто-то из близких из жизни ушел то есть не замечает тоже часто эти связки идут которые сопровождают у трейдера то есть понимаете когда вы что-то потеряли значимое для вас в жизни и тут есть реализация да тут есть деньги и вы стараетесь казалось бы компенсировать деньгами какое-то свое подавленное состояние почему вы делаете это именно с помощью денег почему многие из вас в трейдинге нашли да как эврика да то что я искал то есть сейчас этим все исправлю потому что если вы просто на самом деле себя проанализируете почему многим из вас деньги дают спокойствие уверенность да какое-то состояние безопасности тоже многим вам деньги дают почему это происходит потому что какой-то период времени и если вы сейчас не будете закрываться все-таки уходить в свои воспоминания скорее всего у вас были такие не очень хорошие моменты вашей жизни и когда вы получали деньги вы себя как чувствовали хорошо деньги пришли я себя чувствую хорошо деньги ушли я себя чувствую плохо как ваши сейчас датная позиция в рынке получил профит чувствую себя хорошо получил стоп чувствую себя плохо хотя понимаете вот это состояние но очень идентичное в трейдинге вы не можете реагировать по-другому как вы реагируете своей повседневной жизни вот вы на деньги реагируете точно так же если в жизни скажем так прижимаете деньги у вас все должно быть там экономия то есть все прижимаете вы заметите что вы будете прижиматься и в рынке вы не будете разрешать себе повышать объемы вы будете там на минимальных минимальный стоп да минимальный риск, то есть вы будете понимать, что вы прижимаетесь, то есть вам важно, когда вы анализируете себя, вы анализируете вообще своё поведение, взаимоотношения с деньгами в рынке, и обязательно анализируйте, да, мы берём сферу, когда карьера, да, реализация, то есть проявление себя, заявление о себе, вам важно понимать, а вы готовы к этому? Вот я готов перейти вообще на другой уровень жизни? Если не готов, то почему? Вообще, возьмите, всегда берите под анализ, какую модель проявлений себя вы взяли из своей родовой системы. Вас нам поддерживали или ограничивали? Наказывали или хвалили? То есть вот эти моменты, да, насколько вам разрешали вообще своё мнение проявить? Потому что многие из вас очень способны, но из-за того, что вы боитесь реакции других людей, потому что ваша самооценка часто подвязана, да, на реакции других людей, будете бояться себя заявлять. И это тоже очень большой страх реализации, это очень большой страх расти в финансах. Даже если вы будете очень способны, да, если вы будете просто тонны информации в голове, вы её не используете, касательно трейдинга, вы её просто не используете. Вы неосознанно просто будете, обладая знаниями, систематически сливать деньги в рынок. Назад их будете возвращать. Почему? А потому что есть бессознательная причина не переходить на другой уровень. Если мы возьмём трейдеров-предпринимателей, часто тоже приходят, да, сюда для того, ну, там же, общаясь с такими трейдерами, первые, как обычно, первая фраза, Наталья, я так устала от людей, я так устала от их безответственности, от того, что на них нельзя положиться, никому нельзя доверять. И ты сразу, да, когда тебе человек расскажет, ты сразу слышишь, как он тебе кричит о своих внутренних проблемах, потому что там проблемы с доверием людьми, да, там прожитое сразу наглядное травма предательства, и там проблемы с доверием, то есть и отсюда идёт трудоголизм, когда вы просто истощаетесь, и потом, мы говорим, стараетесь дать трейдинг, что он вам даст свободу. Он вам не даст свободу, и пока вы не свободны внутри. Вы всё равно будете торговать и развиваться, оглядываясь на своё прошлое, на опыт своего прошлого. Понимаете, насколько тот груз, с которым вы пришли в трейдинг, насколько он тяжёлый, насколько он вас блокирует. Вы всё равно будете через своё эмоциональное состояние, почему вы так боитесь эмоций, почему вы даже боитесь входов. Потому что, когда вы входите в сделку, особенно после серии убыточных сделок, и вы уже ждёте не заработать, вы уже боитесь, чтобы не потерять, вы фокусируетесь, лишь бы не стоп. Вы не смотрите на то, будет, нет, системно, вы уже на это не смотрите, потому что у вас пошла доцепная реакция, которую вы переносите. И вы боитесь своё эмоциональное состояние, которое возникает во время убытка. Потому что ваше эмоциональное состояние потянет за собой вашу всю историю. И даже когда уже персональная работа, вы знаете, когда, ну тем более работа с бессознательным, да, через образы, мне нравится язык образов, мы всегда уходим в детский сценарий. Всегда. Просто, да, по стечению ваших возрастных периодов, ваше возрастление идёт наслоение. И тоже интересно наблюдать, как эти связки работают, как они вас блокируют. Поэтому я говорю, если вы закрываетесь от изучения себя, вы делаете очень большую ошибку, потому что вы познакомитесь с собой, но только уже на фоне не очень хороших, приятных событий, как правило, очень болезненных, да, эмоциональных. Поэтому, ребята, обращайте на это внимание. Ещё важный момент, что я бы хотела вам проговорить, что тоже может блокировать вашу реализацию, это когда вы энергетически на нулевом исходе, скажем так. Вот у вас просто нет сил. Особенно не важно, совмещаете работу и трейдинг, совмещаете бизнес и трейдинг. Не важно. Важно то, насколько вы энергетически израсходованы уже до того, как вы садитесь за торговый терминал. Потому что если у вас нет энергии, у вас нет денег. Понимаете? У вас просто, вы их неосознанно будете сливать, потому что трейдинг сам по себе – это стрессовая индустрия, которая забирает очень много энергии. И если вы перед этим уже себя износили энергетически, да, выполняя большой объём работы, особенно это, когда ещё вы головой доработаете, то есть умственная, потому что умственная работа очень сильно истощает. Трейдинг сам по себе тоже умственная работа, вы истощены. И вы прочувствуете, что в трейдинге, когда вы уже сядете после истощения, вам просто захочется закрыть позицию, и уже не важно, прибыльная она, убыточная, вы её просто закроете. Потому что вы поймёте, что я хочу просто закрыть и выдохнуть. Вы даже её не сможете ввести, даже если сделка будет перспективная. Даже если она не дошла до своего потенциала. То есть вы её просто закроете, потому что для вас вашей энергии просто не хватит. И из-за этого вы будете истощены. При этом ваша бессознательная, всегда ваша психика, всегда связывается в контексте чего вы истощаетесь. Если это в контексте трейдинга, то вы просто будете выпускать входы. Вы будете смотреть на забор, как либо раздавать свои торговые рекомендации другим трейдерам. И наблюдать, как другие трейдеры на них зарабатывают. Вы будете просто наблюдать. Поэтому разбираться в себе мега важно. Мега важно понимать, что с вами происходит. Обязательно учитывайте внешние факторы, ваши личные отношения, семейные, вашу сексуальную жизнь, ваши финансовые трудности. Это всё на вас очень сильно влияет. И часто трейдеры мне говорят, как это изменить. Для начала хотя бы поймите, что с вами происходит. От того, что вы не разбираетесь, вы не понимаете своё эмоциональное состояние, вы начинаете придумывать себе диагнозы, придумывать проблемы. Потом вы идёте в Ютуб, слушаете какие-то практики. И потом мне пишут, Наталья, я там сделала, но что-то мне хуже. Я же говорю, не знаю, что вы делали, и от чего, и чьи вы делали. Я не знаю. Поэтому я не стороння, когда вы просто открываете любые практики и на придуманный свой диагноз начинаете себе что-то сами исправлять. Поймите, что блоки ставятся очень легко. То есть вы можете, да, вы можете открыть просто какую-то, послушать какие-то слова. У вас может подняться какой-то триггер с вашей историей, у вас закроется ваше бессознательное, вы туда не доберётесь уже. А самостоятельно вы не доберётесь, потому что ваша психика работает на вас. И то, что у вас вызвало эмоциональный дискомфорт, от вас будет прятаться, вытесняется на уровень бессознательного. Но эмоционально фон остаётся. Поэтому не ставьте себе диагнозы. Для начала хотя бы возьмите свою жизнь, под анализ. Вообще свою сферу, свои мотивы, да, что стало мотивом. Ваши цели на трейдинг и цели эти связаны. Ваши цели. Либо вы хотите этими целями доказать, показать, что ещё сделать. То есть подвязаны на вас или на других людей. Потому что если вы подвязаны на других людей, вы будете очень сильно в рамках, вы будете сильно ограничены. Каждый свой шаг вы будете примерять и прогонять через призму, как меня примут. Окей или не окей, или что мне надо ещё сделать, чтобы я была окей в чьих-то глазах. То есть это у нас говорит про инфантильность, про комплексы, про несвободную же позицию. Потому что вы несвободны, вы не реализуете свой потенциал. Даже если у вас будут тонны с нами, повторюсь, вы не реализуете, потому что у вас есть внутренние рамки. А рамки всегда внутри вашей голове только. Не в мире, не в других людях. Только в голове вашей рамки. Поэтому обязательно изучайте. Изучайте свои эмоции. Давайте им обозначение чёткое. Не просто мне плохо. Как я называю своё плохо? Что в это входит? В какой момент включается ваше плохо? На момент входа в позицию? Либо на момент повышения объёма? Либо на момент повышения роста вашего капитала. Какая есть цифра для вас психологически критическая, финансовая? Потому что, скорее всего, она подразумевает уже переход на какой-то другой уровень, к которому вы не готовы. Поэтому, смотрите, деньги, говорю, теряют просто все. И предприниматели, потому что тоже происходит некая остановка, происходит потом разрушение бизнеса, потом вплоть до банкротства, потому что человек окунается в своё внутреннее дно, которое в этом дне он с собой знакомится. Потому что есть какая-то неготовность. У трейдеров, кстати, есть тоже свои такие выгоды. Не расти финансово. Почему? Потому что мне потом придётся оформлять, платить налоги. Я не готова. Вот вам элементарная причина не расти, чтобы не решать те вопросы, которые идут с приходом больших денег. Вот насколько вы готовы расти, насколько вы готовы уже, наверное, к более такому взрослому проявлению себя в мире. Потому что это тоже неосознанно блокирует ваш род. Поэтому обращайте, конечно, на это внимание. Обращайте внимание, на каком возрастном периоде вы находитесь, насколько вы проживаете, что в вашей жизни происходит. Я говорю, что всегда берите под анализ все сферы вашей жизни, потому что они переносятся в трейдинг. Трейдинг у вас часто идёт либо как перенос, либо как компенсация, либо как замещение чего-то. но не реализация. И поэтому вы можете истощаться, вам может быть скучно, вас может быть лень, какой-то уже не интерес, просто отторжение идёт от графика. Поэтому обязательно изучайте себя. И помните только про то, что вы случайно не пришли сюда. Вам трейдинг нужен. Вам трейдинг нужен не для вас в первую очередь, как для Личности, потому что он должен был подсветить то, что не подсвечено было в другой сфере. И вы неосознанно, да, то есть выбрали, почему я говорю, у вас произошла узнаваемость в своей индустрии. Но вам важны верные ориентиры, здоровые цели, здоровый внутренний настрой и независимость. От чужого мнения, от результатов других трейдеров, потому что часто вы смотрите, да, вас задевает, как вы на них реагируете. Вам нужна именно независимость, вам нужна, в первую очередь, внутренняя свобода. И только потом вы можете пойти в реализацию, да, в своем комфортном темпе. Потому что, ну, трейдинг – это работа в долгую. Поскольку вы готовы в эту долгую быть. Поэтому, ребята, я сейчас все-таки приглашу Сергея Заботкина, пусть он тоже со мной сейчас подключится, поделится своим опытом. Если есть вопросы, потом я отвечу. Так, я уже здесь. Я слушал и даже записывал. То есть я вот на листик записывал те моменты, которые нужно, как говорится, обсудить, и что действительно важно. Так что Наталья просто суперчеловек, очень так последовательно разложила то, что беспокоит трейдера. И я вот в чате на ютубе читал вопросы по ходу. Ну, некоторые вопросы крайне интересны, и мы их обсудим. Но поначалу, вообще вот, ребята, я вот вижу, нас 116 человек смотрит. Значит, сделайте хорошее дело за сегодняшний день. Если вы считаете себя трейдером или будущим трейдером, то в Инстаграме подпишитесь на Наталью, потому что, возможно, это лучшее движение, которое вы за сегодня делали, ибо вот эти вот советы, которые вы сегодня слышали, вполне вероятно, принципиально повлияют на вас в будущем. И, скажем так, наверняка вы не совершите те ошибки, которые совершал я или десятки или сотни других трейдеров, а вам это рассказывают каждый день, практически в Инстаграме, еще и за бесплатно. Ну, там-то за бесплатно. Так что, сделайте правильный шаг хотя бы одним пальцем. Подписаться, в смысле. Вот. Это, как бы, такое. Ну, сейчас я вот себе, что отметил. Я, вообще, кто я такой? Чего я тут вообще умничаю? Значит, смотрите, ребята, девчата. Меня зовут, как уже вы слышали, Сергей Заботкин, и я занимаюсь трейдингом с 2012 года. До этого занимался профессиональным промышленным программированием, то есть, был на десятках предприятий за рубежом. В Украине, в России, в Китае, в Индии и во многих других состранах. Много всего, чего делал, но потом, это такая подводка к трейдингу, но потом я почувствовал, что мне это надоело. А трейдинг я где-то так слышал примерно, что что-то такое есть, фильмы Wall Street, первые вот эти, там, тот, что 86-го года, который был, да, там, все было интересно тогда. Вот. Но, имея, скажем так, хорошую, довольно-таки оплачиваемую работу, я понял, что она перестала быть мне интересной. Я вот не знаю, как, скажем так, тем, кто меня сейчас слушает, и вот, ну, напишите в чате по ходу, скажем так, вот вы, когда ходите на работу, у вас наверняка трейдинг, это не основная сфера деятельности, я вот по чату смотрю, у вас, многие из вас, кто-то меньше года, кто-то два года занимается и так далее, вот напишите, вы на работу ходите с удовольствием, вам это нравится, или вы ходите ради денег туда. Вот поставьте плюсики, если вы ходите каждый день на работу, как на праздник, а минусики только за того, что вам там денег платят, а вы бы с удовольствием бы сидели на берегу океана и смотрели на закат и не ходили бы на эту дурацкую работу. То есть, вот напишите, мне было бы интересно, вдруг тут полностью счастливые люди, и трейдинг, это у вас просто хобби, потому что, потому что модно это, скажем так. Но пока вы ищете там клавиатуру, я говорю про себя. Мне работа в определенный момент та надоела, скажем так, она перестала приносить мне удовольствие, те эмоции, с которыми я привык, скажем так, просыпаться каждый день, и постепенно переходил на трейдинг, то есть, я про него слышал, я считал, что я там умный, чего-то смогу разобраться, то есть, за плечами было много, много сделано проектов международных, и они были довольно-таки сложны, ну, в составе команды, но все же. Вот. Но оказалось, что трейдинг, он сложнее, он сложнее психологически. Почему? Значит, вы очень, многие из вас все знают, и наверняка 10 раз читали вот эту великолепную книжку, Александра Михайловича Герчика, продавай, покупай, зарабатывай, и наверняка помните, на какой странице что написано, но все равно, скажем так, вы деньги теряете, и что-то идет не так. А когда вы взяли, подбросили случайно монетку, и она там упала орлом, а вы так и загадывали, вы открыли сделку, нарушив все правила системы денег, заработали. А прочитав 10 раз книжку и сделав как будто все по правилам, вы получили убыток. И в этом случае вы начинаете сомневаться, вы начинаете, скажем так, уже ну, в недоумение определенное впадать, как же оно так вообще бывает. И тут крайне важна система. тема. Ну, а если мы к этому еще вернемся, если от работы переходить к трейдингу, то насмотревшись фильмов про Уолл-стрит, начитавшись разных умных дядек и всего остального, вы должны понимать одну простую вещь. Нельзя брать, скажем так, уходить с хорошей работы, просто посмотрев, как это все в книге, Ди Каприо волшебно зарабатывает сто тысяч миллионов денег и так далее. Только вы до конца тот фильм досмотрите, что он там в тюрьму потом загремел и так далее, ну, по крайней мере по сюжету. То есть, я к чему это говорю? Во-первых, вам это должно нравиться. Я вам скажу, что один из, наверное, ну, относительно счастливых дней или, по крайней мере, я был рад когда я ушел с прошлой работы и стал свободен в этом плане и я решил заниматься вот трейдингом где-то в пятнадцатом году я вот полностью переключился на трейдинг, там торговля форексом тогда и по чуть-чуть там что-то сейфди на акции и так далее. К чему это все? Вам это должно нравиться. То есть, вы не должны заниматься трейдингом, потому что это модно. Вы не должны, я не знаю, ездить на велосипеде, потому что мой сосед ездит и я тоже буду ездить. У меня были студенты, которых я с девятнадцатого года обучаю трейдингу и они зарабатывают после моего обучения. Был студент, например, который с упорством, достойным, как говорится, лучшего применения торговал индекс РТС, это российский индекс, потому что у него какой-то знакомый хорошо этот индекс торгует и вот этот мой студент, скажем так, тоже хотел поддержать своему знакомому и поэтому его торговал, у него это не получалось, но он упирался, потому что у того же получается, сейчас и я буду, я же не дурак, как он думал, наверное, и в общем упирался, ничего у него не получалось. но я постарался ему, скажем так, открыть глаза на то, что вообще существует много инструментов вокруг, а не только тот, на который он зациклился, потому что его знакомый по его словам торгует успешно. То есть первый момент, который я вот себе отметил после слов Натальи, помимо всего прочего, вам должна эта сфера работы нравиться. То есть сейчас, например, вот уже где-то с 15-го года, как я этим занимаюсь, и трейдингом, и программированием, вот финансовым, я роботов пишу, там, индикаторов, и Real Market Volume был мной, скажем так, написан от начала и до конца, ну, в Gerchik & Co он присутствует. Работа вам должна нравиться. То есть кто-то говорил там, то ли Ford, то ли другие умные дядьки, что если у вас будет, скажем так, работа должна быть или хорошо оплачиваемым хобби. То есть вам это должно нравиться. Мне, например, нравится трейдинг, мне нравится открывать сделки, мне нравится получать убытки. Я вам объясню, почему я люблю стоп-лоссы. Мне нравится писать роботов, мне нравится ковыряться, отлаживать и так далее. Да, тут есть определенный элемент созидания, потому что вчера еще этого не было, а сегодня это уже существует. то есть как создатель такой определенный. Вот, то есть первый момент, вам трейдинг должен нравиться. Второй момент, вам не нужно торговать по принуждению, вот как я себе на листике написал, тут пункты, скажем так, плана. То есть вам ни в коем случае не надо открывать сделки, потому что ваша семья голодна или вам нечего кушать, а вам кажется, что вы сейчас зашортите Теслу, она обвалится и благодаря Илону Маску вы сможете заработать 100 тысяч миллионов. Это ошибка. Не надо никому ничего доказывать и не надо торговать на заемные средства. Я имею в виду, вам не надо торговать на деньги, взятые у банка и вы каждый день думаете о том, что вам завтра этот кредит отдавать. Это ошибка. То есть так не делайте. Я, например, когда уходил с хорошей работой, у меня был уже на тот момент наработан определенная финансовая подушка. Я прекрасно понимал, что годы, скорее всего минимум года у меня не будет получаться. Но я прекрасно понимал, что меня не будет критиковать семья за это. Это, кстати, очень важно. Я в чате здесь видел, что тут спрашивают, как с этим быть, когда в семье не понимают. Ну, они, во-первых, вас начнут понимать и поддерживать, когда у вас будут результаты. А если вы, скажем так, сидите в трейдинге, ковыряетесь, нажимаете на кнопочки, а кушать нечего, и вам приходится, условно говоря, собирать бутылки, например, для того, чтобы семью прокормить, то, возможно, имеет смысл все-таки заняться чем-то, тем, что позволяет хотя бы существовать как-то более-менее в цивилизованных условиях. Вот. Поэтому финансовая подушка безопасности крайне важна. Вам нужно внутреннее спокойствие. Ну, Наталья все это нам, конечно, разжует, объяснит и сделает, но вы должны открывать сделку не потому, что кто-то вам сказал, не потому, что Bloomberg сказал там, как компания, не потому, что аналитики на РБК, не потому, что я вам что-нибудь сказал, потому, что у вас есть торговая система, потому, что вы действуете по этой системе и вы ее придерживаетесь. Субтитры создавал DimaTorzok